Мне в инстаграм аккаунт многие пишут, что я ведущий, поэтому я очень раздул эту ситуацию, очень актерски это все подаю, поэтому решили снять обычное интервью у обычной девушки, у мамы, которая прилетела сюда с красавицей, такой красивой девушкой. Я задам ей ваши же вопросы, которые вы мне пишете в инстаграм. Итак, Ален, мне все пишут, почему вы такие, как они говорят, беспечные, почему вы полетели в Индию в то время, когда границы закрывают, когда в мире бушует коронавирус? Ну, наверное, прежде всего, мы полетели не тогда, когда закрыты были границы, но мы прилетели сюда еще в феврале, и на тот момент ситуация была достаточно спокойная, в Индии никто не был заражен, все было спокойно, в Федоруссии все было спокойно, и никаких причин для того, чтобы... Подожди, подожди, а остальные туристы, когда они приедут, я признаю? Ну, я прилетел, по-моему, 5 апреля, я даже сам не помню. Ну, мне кажется, что 5 марта границы точно так же были открыты, и никаких предпосылок еще не было без открытия, поэтому большинство из нас даже не могло представить себе, что будет такая ситуация. Туроператоры не предупреждали нас в никаких сложных ситуациях, со спокойной душой день, до этого подтвердилось, что вылет состоится, что все хорошо, и мы со спокойной душой летели, даже не думая, что может такое случиться. Узнали мы о том, что границы закрываются, если я не ошибаюсь, буквально за день до вылета, когда фактически уже наш оттуда шел к концу, и вот сложилась такая ситуация. Это какое час было? Это 17? 17 марта мне туроператор. Насколько меня, я узнал это 16, но ситуацию не помняло. Это не нахажение меня, да. То есть за день до вылета, вылет у нас был в 7 утра, и вот за день, даже меньше, чем за день, мы узнаем о том, что возможны проблемы при вылете. До этого момента все было абсолютно хорошо. Подожди, возможно проблемы при вылете, но что сказал туроператор, что сказал посол, послу, вы звонили? Да, я лично звонила и связывалась и с туроператором, и с турагентом, и с послом. И в принципе мне сказали, что конкретно посол сказал, что никаких проблем не должно быть, что есть некоторое соглашение, по которому наши граждане должны сажать набор самолета, и не должно быть никаких сложностей. У нас были билеты из Москвы в Мимск, для того, чтобы спокойно вернуться, то есть мы были транзитные пассажиры для России, и никаких сложностей не должно было быть. Ну, с этой ситуацией разобрались. Смотри, многие еще спрашивают, ну, ты же мать, как ты могла поехать с ребенком? Сколько лет? Ей год и 10 сейчас. Год и 10? Да, это наш год. Ты нормальная, мама, ты нормальная? Это наше не первое путешествие, и мне кажется, что в этом нет ничего странного, удивительного. Мы не вылетели на необитаемый остров, мы полетели в страну, в которой есть магазины, работают клиники, у нас есть страховка. Подожди, ну, ты понимала, что ребенку нужны те же самые памперсы, те же самые лекарства? Конечно. Ну, во-первых, тут все продается, но на всякий случай мы имели с собой и запас памперсов, и запас питания привычного для нее, потому что, ну, все может быть, ребенок может не захотеть местную пищу, острая, все так и прочее. Мы готовили сами, она питалась абсолютно нормально, не голодала, все хорошо, и никаких у нас не было ни отравлений. То есть для ребенка все медикаменты, питание, средства вегиены были абсолютно на весь отпуск. Ну, конечно, мы не рассчитывали, что мы задержимся здесь дольше, и на данный момент то, что было привязано, уже использовано, и мы покупаем здесь какие-то не совсем привычные, но, тем не менее, в принципе, используемые товары. Пытаетесь выкрутиться? Ну, конечно, но что остается? Ну, и опять же тот же вопрос, мы будем сейчас задавать все вопросы из Инстаграма. Почему вы не можете улететь? В чем проблема? Ну, наверное, проблема в таких обстоятельствах, которые сейчас сложились в первую очередь. Нас немножко прервала Илана, но это дети, и так такое может быть. Мы остановились на том, почему мы не можем улететь. Ален, ну, почему? Ну, изначально мы не улетели, потому что наши билеты были аннулированы. То есть по приезду в аэропорт, ничего не подозревая, уже во время регистрации мы узнали, что нас просто нету в списках, и, соответственно, улететь невозможно. Те распечатанные билеты, что мы имели на руках, абсолютно никакой силы не имели для представителей аэропорта. Нас не пустили в самолет. Кто аннулировал билеты? Почему? Мы знаем. Я сейчас буду говорить, опять же, немножечко с третьего лица. Я об этом знаю, но пускай расскажет Алена. Ну, как мы знаем, во всяком случае, то, что нам известно, их аннулировал библиоглобус, никого не известив об этом. Их представители здесь везли нас в аэропорт автобусом, но не довезли. То есть представитель наш, гид, вышла за полчаса до аэропорта, и в аэропорту мы оказались сами, без русскоговорящего, без какого-то представителя, который мог бы с нами связаться, либо туроператорой, либо авиалинией. То есть мы были представлены сами себе там. Что сказали гиды? Что сказала библиоглобус? Ну, ничего не сказали, потому что связи с ними как таковой нет. Единственное, что вот... Гид нам предложил связаться с московским офисом. Все же интересно, как мы прореагировали вот именно на месте, именно когда нам отказались, кому мы звонили, почему мы его написали? Мы звонили всем, кому только можно. Мы звонили в посольство, мы общались с консулом, мы смогли дозвониться, хотя это была ночь, нам отвечали, в принципе. Мы пытались позвонить в библиоглобус, мы пытались связаться с аэропортом Внуково, с авиакомпанией России. То есть мы не сидели там, сложа руки, мы пытались всеми возможными способами улететь, общались со всеми представителями аэропорта, но это ни к чему не привело на тот момент, нам было отказано. Сейчас почему мы не можем улететь? Ну да, ты уже отвечаешь, ты уже отвечаешь на мой следующий вопрос, вопрос опять же тех же людей, которые смотрят меня, что вы сидите, вы летаете сами, почему вы кого-то ждете, и почему мы, белорусы, должны платить за ваш самолет из наших налогов, вот почему? Ну, улететь мы не можем по нескольким причинам, во-первых, не так это просто улететь, билеты на самолеты, те, что сейчас есть с пересадками, которые еще возможны на вылет, на самом деле стоят колоссальных денег, но даже если взять... Ты можешь себе позволить эти билеты? Сколько они стоят? Ну, это порядка тысячи и выше тысячи долларов, ну, на данный момент у меня этих денег нет, но понятно, что можно обратиться к родственникам, друзьям, и можно найти эти деньги, но самое в этой ситуации плохое, то, что это не гарантирует абсолютно нашего возврата, потому что мы мониторим ситуацию с теми людьми, которые пытаются это сделать, и буквально считанные из них смогли действительно улететь, это буквально пару человек. У остальных... Дожди, я немножко тебе приемлю, потому что многие тоже мне присылают статью, где российская сторона издает указ о том, что белорусы могут прилетать транзитом. Этот указ был, по-моему, от вчерашнего числа, а уже сегодня. Почему, почему не пытаемся улететь сами? Ну, мы вот не попытались улететь, но наши друзья сегодня пытались улететь и оказались в той же ситуации, что и мы. Сегодня 15 человек, насколько я знаю, хотели улететь при всех договоренностях, при всех соглашениях их опять не пустили в самолет. Да, можно купить билеты за баснословные деньги, приехать в аэропорт. Для меня с маленьким ребенком это достаточно сложно. Нет, конечно, этих денег нет сейчас, потому что под конец отпуска все обычно, ну, почти под завязку, либо под завязку тратят свои деньги. И их действительно придется одалживать и потом их давать каким-то образом. Но просто вылететь отсюда реально невозможно. Мне кажется, что только на уровне уже правительства можно решить данную проблему. Если нас не садят на самолет, и консул здесь не может ничего сделать, повлиять на это, мы не надеемся только на решение какое-то сверху. Ну, просто я хотел немножко с тебя подытожить. То есть, ты говоришь о том, что если даже мы там купим за тысячу долларов ушла в народ, купим за тысячу долларов билеты, это не гарантирует нам того, что мы вернемся домой, да? Нет, абсолютно. У нас вот были друзья, которые пытались улететь, и были ситуаты, где просто отменяли рейс. Но опять же, мне пишут, мне говорят, что там мой друг улетел. Ну, кто-то смог улететь, ну, по нашим данным, это буквально, ну, действительно считанные люди. Из тех, кого мы вот видим в нашем чате, это три-четыре человека, ну, может быть, пять. Нас тут порядка двухсот в Индии, и все пытаются... Ну, это еще Шри-Ланка, да? Ну, да, и ну, пока большинство людей не могут улететь. От меня от рейса людей сейчас, буквально несколько дней назад нам дали указание активно заполнять списки всех тех, кто здесь есть, кто не улетел за эти дни. И мы очень оперативно их заполнили, не спали практически всю ночь, потому что нам дали надежду, что мы улетим. И после того, как мы заполнили все, отправили все в посольство, никакой информации дальше нам не поступало, никаких вортов за нами не присылали, нас не забирали, то есть, ну, списки все есть, но мы по-прежнему здесь. Ну, я просто тоже хотел бы немножко дополнить, у нас каждый день рождается какой-то огонек надежды. Нам вот забрасывают, говорят, что все хорошо, там, сделайте, заполните какие-то таблицы или сделайте что-то, и за вами уже улетают. Но по итогу уже как 4 дня, даже, наверное, больше, да? Уже больше 4 дней мы здесь. Одной из еще причин, почему мы не улетели, это потому, что на чартерах просто нету для нас места. Во-первых, туда не так просто попасть, чартерные билеты не в свободном доступе, сейчас активно эвакуировала своих людей, Россия забирала, и пустых мест не было. Те регулярные рельсы, на которых можно было улететь, все идут с пересадками, почти все они либо в Дели, либо в Мумбаи, а там очень велика вероятность точно в такой же ситуации оказаться закрытыми в аэропортах, потому что в Дели на карантине, и нас бы просто садили там, и все, и мы бы остались раскиданные по одному человеку, потому что улететь такой массой сразу бы не смогли, и это страшно, потому что здесь мы хотя бы все вместе можем помогать друг другу, хотя бы минимальной, и получать информацию как-то дружно, а там остаться одним, опять-таки, в чужой стране, в чужом городе, это, ну, честно страшно. В чужом городе я добавлю, что это не курортный город. Не курортный, и который находится на карантине. В Гуа на данный момент нету случаев заражения вирусом, и это, конечно, немножко нас успокаивает, что мы, в принципе, защищены хотя бы в этом плане. Мы остановились на вопросе, почему же мы требуем у белорусской стороны самолет, который будет оплачен налогоплательщиками, налогоплательщики возмущены, почему же они должны платить за нас, таких беспечных туристов. Почему? Ну, наверное, начнем с того, что мы не требуем, мы просим помощи у нашего государства. И просим потому, что мы оказались в ситуации, где никто другой нам помочь не может. И, в первую очередь, мы сами не можем решить эту проблему. Туроператор просто не отвечает, игнорирует все вопросы. С консульством мы постоянно на связи, но пока тоже нет возможности через них решить этот вопрос. соответственно, мне кажется, это нормально для цивилизованной страны попросить помощи у своего государства в такой ситуации. Хочу сказать, что мы здесь не на курорте, хоть здесь тепло, конечно, и очень комфортно жить, но в данной ситуации... не как в Минске, не как нам сбрасывают, что там снег. Но поймите, что мы себя сейчас чувствуем не как на курорте. Это уже совсем другая сторона отдыха. Но ты уже хочешь снег или ты хочешь домой? Я хочу домой. Кстати, спрашивали, почему вы так рветесь, сидите там, вам там так классно. У каждого есть семья дома, работа, близкие люди какие-то. Мы уже соскучились. В этом состоянии нервозности постоянном очень тяжело находиться. Казалось бы, все условия для отдыха, а мы тут домой рвемся. Пальмы? Да. Море, солнце. Мы хотим домой, мы хотим к своим родным, близким. Это нормально. Ладно. Ну и последний, финальный вопрос. Какая ситуация сейчас? Потому что первая партия туристов не вылетела 18-го, потом было 19-е число, тоже какая-то часть туристов не вылетела. И вот последнее сегодня это 22-е. То есть 22-е мы еще здесь. Почему мы здесь? Ну, какая ситуация сейчас? Ну, на данный момент мы в режиме ожидания, мы ждем. Сколько мы будем ждать еще? Неизвестно. Ну, по нашей информации вроде бы нас должны забрать, но когда неизвестно. Каждый день нам дают какие-то маленькие обещания, что вот завтра возможно, возможно, еще завтра. Ну, мы все ждем и ждем. Пока ничего. Сегодня здесь комендантский час, выходить никуда нельзя. И выходной день... трахаемся по городу, на море не ходим. То есть мы законопослушные в этом плане. Какое настроение? Вот сейчас... Сейчас... О чем ты думаешь? О чем ты думала раньше? То есть какие-то были проблески, надежды? Или ты отчаялась? Мы до сих пор надеемся. Пока, пока, как говорится, бьется сердце, мы надеемся. Боже, какой бред. Мы надеемся, конечно, что мы улетим, и мы хотим как можно быстрее, чтобы это произошло. Завтра к нам должен приехать вот консул, и мы очень верим в то, что он сможет ответить на какие-то наши вопросы, потому что до этого в онлайн-режиме ну, по сути, ответов никаких не было, никакой четкости, никакой ясности. Мы очень надеемся, что завтра, уже когда отменится комендантский час, когда будет рабочий день, действительно что-то прояснится, и что мы в скором времени пройдемся домой. Ну, я надеюсь, что мы ответили на большинство ваших вопросов, а если нет, то единственное, что мы хотим, мы не хотим хайпа, мы не хотим то, что вы о нас сочувствовали и думали, мы хотим просто вернуться домой. Тот, кто сочувствует, спасибо, кто нет, ну, живите с этим.